ну что всех приветствую да у нас сегодня разговор про наследование в питоне вот я было попытался сделать лекцию по двум темам но вспомнил что обычно мне это не удается потому что на первой теме я задерживаюсь а второй приходится в припрыжку поэтому у нас только наследование напоминаю как это короткое содержание предыдущих серий которые в которых было сказано что согласно заветам великих объектный подход к планированию программ и соответственно поддержка этого объектного подхода в языке что называется объектной ориентированности это три иногда говорят что четыре пункта до инкапсуляции наследования полиморфизм в начало этого списка еще надо иногда добавляет абстракцию потому что далеко не всегда значит люди понимают что сначала нужно применить механизм абстракции вот кстати сказать не знаю говорил ли это на позапрошлой лекции кажется говорил способность к абстрактному мышлению генетически в мозге развивается далеко не сразу то есть вот грубо говоря к старшим классом школ да и это так сказать норма да бывает отклонение от нормы раз вот ну да не важно важно то что про инкапсуляцию мы с вами поговорили про то что бывает два термина на этот счет тот который сокрытие информации от пользователя вот что пожалуй нас не очень интересует и тот который иерархи пространства имен который одновременно позволяет минимизировать объем нужных имен в конкретном месте вашей объектной модели и добавляет всякие плюшки связанные в том с тем что инкапсулированное имя поле класса скажем метод класса инкапсулированный в класс наверное знает какой конкретно экземпляр класса он инкапсулирован может к этому сходить знаменитый селф это вот что касается полиморфизма то есть способности применять одни и те же алгоритмы функции процедуры методы что хотите к различным объектам в питоне с этим все как-то ну слегка супер в том смысле что дактайпинг то бишь не явно динамическая типизация позволяет применять какой угодно метод к какому угодно объекту лишь бы там внутри значит соблюдалось наличие соответствующих методов и полей вот поэтому тут говорить как бы не о чем правда есть другой вид полиморфизма описано в википедии но мы понят даже говорить не будем потому что в языках динамической типизации он не применил вот остается наследование наследование это более хитрая штука в том смысле что в ней есть подводные камни причем камни такие достаточно важные которые сравнительно недавно научились обходить аванс ну как сравнительно в прошлом тысячелетии конечно но все равно вот там 90-х годах сначала про сам питон наследование в питоне очень простая вещь прям проще некуда мы говорим что-то типа класс c давайте сразу в нем завезем какое-нибудь поле да и говорим класс d от c ну скажем да равно 1 вот в результате чего у нас будет в классе d оба поле видно то есть это примерно похоже на кто как мы изготавливаем экземпляры карла классов только еще проще или не проще как мы узнаем дальше вот то есть у нас видны поля которым объявили в этом классе и поля которые мы объявили в родительском классе они все видны на просвет собственно фактически специальный алгоритм пробегает по всем значит родителям прародителям нашего класса и выбирает нужное поле вот при этом естественно когда мы конструируем соответствующий соответствующий д соответствующий экземпляр класса естественно все у нас тоже видно ну и в общем дальше с тех пор как наследование произошло и вот этот список определен а вот вполне себе можно пользоваться такими экземплярами производных классов как самыми обычными ничего тут страшного не происходит вот при этом если вы например определили метод в классе то когда вы его наследуете смотрите бы ничего у нашего класса бы получается есть поле под названием фу где она тут а нету потому что мы не написали вот так вот у нашего класса бы есть поле под названием нету поля что сделал не так сейчас минуточку обратите внимание знаете что это такое это класс русская буква с так случайно вышло да вот если бы это был мой шрифт который я сам лично рисовал эти буквы отличались я специально сделал так что они отличаются а кстати они отличаются потому что это мой шрифт который я лично рисовал вот если внимательно посмотреть у буквой русской с больше этих самых у нее длиннее вот эти кончики ну ладно бог с ним ну хорошо раз пошла такая пьянка если у нас есть у класса бы кассец с в данном случае метод фун да вот и у класса бы этот метод фун тоже есть у класса бы дамы мы создаем значит экземпляр класса вот и вызываем бы фун обратите внимание на две вещи важные первое к этому методу приезжает элемент б то есть сам объект б который типа типа класс б и несмотря на то что мы смотрим на него изнутри как бы класса c то есть вызывается метод фун класса c разумеется сюда приезжает элемент типа б да и тип у него бы ну в общем все нормально как собственно ради этого весь этот полиморфизм и задумывался в объектах языках программирования ничего вообще ничего военного все как у людей в питоне все нормально правда мы могли в классе б перебить например если мы говорим класс c вот бы и пытаемся в нем перебить что-то говорим что-то типа фун равняется нон то собственно мы перебиваем мы в более в нашем производном классе говорим что поле фун теперь у нас но вот давайте я еще русской буквы так надо надо от этой практике уходить неудобно переключаться клавиатурами вот видите ну короче все они на так как и планировалось до наследование позволяет унаследовать от родительских классов все те методы и поля в общем все те поля которые у них есть вот все те атрибуты вот понял вспомнил правильное слово так и перебить те атрибуты которые нам нужны вот есть одно важное правило сейчас я попробую которое мы кажется уже с ним сталкивались даже безо всякого наследования который говорит о том что спец методы то есть методы начинающиеся на всякие подчеркивания перебить внутри ниты нельзя вы должны их руками перед руками задать те методы которые те спец методы которые собираетесь значит перебить прямо в описании класса вы не можете их создать не с помощью гид атрибют не с помощью чего-то там не вспомни не в нити да то есть спец методы являются методами класса не методами объекта вот мы с этим еще столкнемся ну вот значит если вы хотите вот тут пример если вы хотите в вашем базовом классе определить ну вот например операция сложения да вот смотрите сюда вот здесь вот операция сложения да в классе а мы говорим что два элемента типа а складываются там еще видите это спец метод то есть там плюсик может появиться если вы хотите возвращать новый элемент того же самого типа кто вот такая конструкция будет неверный почему ну если не смотреть вот сюда в общем понятно что у нас возвращается элемент класса мы конструируем его из двух значит ну если допустим это вот помните мы делали какой домашка очень похоже на эту вот но как только мы делаем производный класс например бета так сразу вот это вот фигня вот это вот выражение становится неверным мы складываем два элемента типа b а возвращается на момент типа ну потому что у нас было наследование и эти два элемента были типы b а здесь черным по белому написано а поэтому если вы хотите чтобы а возвращался момент того самого типа которого приехал вот 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 эта конструкция вам в руки напоминаю что тайпа целых это не просто такая строка которая рассказывает про то какого типа у нас вот этот объект и это собственно такой объект который является классом для данного для данного экземпляра за и с помощью этого самого тайпа целых можно отличнейшим образом сконструировать новый объект вот это ну я бы я пользуюсь такой вот конструкции да значит чтоб классный ну понятно что мне чтобы чтобы здесь был тот тот тип при конструкции который приехал вот сюда он мог приехать и друг такие дела и это что касаемо а что касаемо вызова конструктора обратите внимание что это не свойство языка да это такой best practice вы в принципе могли написать вот это просто вы должны при этом понимать что у вас объект производного класса при сложении внезапно будет выдавать тип базового класса хотите вы этого или нет в принципе очень язык очень такой знаете по своему принципу вы это написали значит в этого хотели очень похож на си то есть возможность не то чтобы выстрелить себе в ногу все-таки выстрелить себе ногу это сишная прерогатива но так скажем применить к себе инструмент который значит не предназначен для друзей а вот вполне легко потому что мы вы так написали значит в этого хотели вот мы об этом еще поговорим чуть ниже так что нет вы можете написать вот вот это и у вас тогда будет производный класс возвращать объекты базового типа если вы этого действительно хотели а вы этого хотели раз вот так написать для ситуации когда нам нужно вызывать методы базовых классов существует волшебная конструкция супер которая довольно забавная штука супер это не какой-то объект родительского класса потому что как мы видим позже в случае множество наследования такого глаз просто не существует это вообще не объект какого-то конкретного описанного вами класса потому что это такое пространство имен в которую сложены все методы родительских классов найденные с помощью метод резолюшн ордера которым чуть позже но при этом ничего другого а при создании супер объекта не происходит то есть не происходит создание объекта производного класса ничего не происходит питон просто взял обшарил всех родителей сложил из них пространство имен с методами и это пространство имен с методами вам в виде супер объекта показал после чего значит вы можете этим пользоваться как пользоваться ну самый простой способ вот давайте мы прямо это вот вот то что здесь написано не напишем а закопи по не закопи пасте мы прямо напишем класс а у нас будет у него будет единственная функция фум по цел которая возвращает ну скажем а а класс б от а перегрузит эту функцию фум но вызовем в в определении вызовет от нее в ней фум от родительского класса return супер точка фум плюс фум плюс б вот а значит еще раз супер это не базовый класс это не объект не экземпляр какого бы ни было бы какого бы то ни было из созданных вами класса вот и это вообще говоря объект сконструированный даже не по принципу конструирования экземпляров класса из их описания это прокси объект который представляет собой пространство имен где сложены все методы и поля родительских классов ну понятное дело в соответствии с наследованием то есть те которые перебиты они перебиты вот очень удобно им пользуются вот для таких штук за что такое прокси прокси это термин который означает а ретрансляцию чего-то посредством чего-то другого то есть вот вы прокси это посредник вот правильное слово значит вот вы например заходите на какой-то сайт вот и вместо того чтобы заходить на него напрямую вы на самом деле подключаетесь к промежуточному серверу этот промежутный сервер что-то делать с вашими запросами а дальше уже их отсылает наружу вот этот промежуточный сервер а ретранслятор называется прокси вы например покупаете какую-нибудь вещь в интернет-магазине но вместо того чтобы ехать в этот самый интернет-магазин который находится там но в нижнем неподвинтенном переулке да в соседнем городе этот самый интернет-магазин вместо этого пользуется службой доставки который доставляет ваш купленный вами предмет в специальное место где вообще свалены все предметы которые люди покупают в интернет-магазине но не хотят ехать в эти магазины вот это тоже такой прокси да вы как бы приходите туда там отдаете деньги вот но вы платите ним деньги уходят в естественно интернет-магазину там за ним за минус процент это тоже прокси в общем прокси это посредник или ретранслятор как хотите данном случае видимо посредник почему вы используете слово прокси обычно но используется когда мы имеем дело с как бы не настоящим объектом как бы не настоящим веб сервером как бы не настоящим магазином как бы не настоящим объектом теперь значит относительно относительно инкапсуляции в смысле сокрытия данных питон вообще не заморачивается сокрытием данных никаким например у нас есть класс в этом классе есть поля пользователь нашего класса у наследовался от него и перебил парочку этих самых полей в нашем классе своими он это сделал потому что он так хотел наверное ну то есть не так мы считаем что он это сделал потому что он так хотел если он не хотел он бы этого не сделал если он не хотел но сделал сам себе злобный братья вот но есть ситуация что мы сами как разработчики базового класса говорим что вот эти поля лучше не перебивать дорогой пользователь не перебивай нам если их перебьешь будет плохо не трогай пользователь чем нам отвечает ребят а почему их вообще тогда вижу давайте сделаем так вот те поля которыми нельзя трогать вы их инкапсулируйте в смысле сокройте и тогда их не буду трогать вот грида говорит ну ребят нет слышите никакого сокрытия у нас не будет давайте вот что сделаем давайте мы введем специальную политику именование вот таких приватных полей которые после того как мы класс объявили будут доступны по специальным именам и эти специальные имена нарочно не придумаешь ну то есть если ты нарочно придумал такое специальное имя то ты точно сам себе злобный буратино причем такой 80 левого вот как-то устроено в питоне это довольно остроумно хотя выглядит странноватик если ваше поле то бишь ваш атрибут поле или 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 метод начинается на два подчеркивания которые вы сами задали то в момент когда вы описываете класс он начинается на два подчеркивания а в момент когда вы им пользуетесь он превращается вот в такую конструкцию подчеркивание имя класса а дальше вот это ваше имя с двумя подчеркивания вот видите вот прям я даже не буду копипастить вот ну давайте я это скопи пащу в более сложную видишь чтобы было понятно что он у нас пасце такой классический значит а равняется единицы дев ну допустим фунт от селф принт селф . а обратите внимание здесь это все так синтаксис такой да все хорошо но когда мы говорим от дир отцы внезапно выясняется что на самом деле вот это поле называется вот так от каких ситуациях нас защищает это нас защищает от ситуации когда мы говорим класс б и внезапно поскольку нас не волнуют те поля что разработчик нашего класса базового сказал что они не должны нас волновать мы не должны волновать здесь мы сами сделаем ой а почему ой вовсе не ой все все совершенно совершенно справедливо в нашем классе образовалось два поля защищенный вот такой вот такой вот оберткой вот это вот это поле бла-бла а класса c а это поле бла-бла класса бы вот и все соответственно мы даже знаем как они называются то есть ничего не сокрыто вот повторяю перебить такую штуку можно только нарочно потому что по договоренности с одного подчеркивания имена не начинаются вообще только с двух а начинаются они будут с одного подчеркивания потому что они генераты вот и собственно проблема решена вот это единственное место где ну не единственное но важное место где может понадобиться операция сокрытия вот синтаксического сокрытия и вот она работает питания так от себя добавлю эта тема следующих наших встреч что мы можем захотеть захотеть защитить поле класса вот например перебить и чтобы нельзя было его изменить или например чтобы нельзя было удалить да вот но это совсем другая тема это не про инкапсуляцию это про методы доступа к полю и для этого в питоне есть отдельная тема она называется дескрипторы и слоты но мы проект поговорим потом и гейтер и сетеры соответственно вот мы про это поговорим потом потому что сами гейтер и сетеры это просто конструкция написанная на питоне который использует как раз по моему по моему дескриптер так что не помню что не важно важно то что вот про это все надо говорить в целом поэтому поговорим про это в Вот такая тема защиты от коллизий имен. Я не очень хочу распространяться про наследование линейное как таковое, потому что, мне кажется, это абсолютно прозрачная тема. То есть, еще раз, если у нас класс А наследный от класса Б, который наследный от класса С, то при заглядывании в экземпляр класса, ну или в сам класс А, мы видим сначала то, что мы определили в классе А. Если в классе Б при этом было то, что мы не определили в классе А, мы видим то, что мы определили в классе Б. А если в классе С было то, что мы не определили ни там, ни там, мы видим это тоже. Все. Ну, собственно, дальше идут всякие странные идеи относительно того, как, или наоборот, не странные, гениальные идеи, или то и другое, относительно того, как проектировать ваши большие и сверхбольшие проекты с помощью объектного планирования, но мы сегодня не про это. А вот про что мы сегодня, это про множественное наследование. Смотрите, в принципе, в множественном наследовании по типу нету никаких особых граблей, на самом деле есть. Ну, вот смотрите. Вот мы определили класс А. Давайте, в нем будет поле А1 и А2. А2 равняется 1, 2. И класс В. В нем будут поля А2, А3 равняются 20 и 30. И привели класс С, который, вообще говоря, унаследован сразу от класса А и от класса В. Вот. У этого класса С, разумеется, будет оба поля, все три поля, А1, А2 и А3. Да? То есть, порядок поиска полей нашел три различных имени в двух различных пространствах. Мы еще могли здесь перебить, но для простоты я не делал этого. При этом СА1 будет взят из класса А, СА2 и СА3. СА2 будет взят из класса А, а СА3 будет взят из класса В. Почему так? Ну, потому что есть очевидное требование. Сейчас скажу, как оно называется. Требование соблюдения порядка объявления. Да? То есть, при поиске полей в классах родительских, мы рассматриваем эти классы в том порядке, в котором они указаны вот здесь в объявлении. Да? Значит, сначала мы смотрим, когда мы говорим, С точка что-то. Мы говорим, так, это что-то содержится в классе С самом? Нет, не содержится. Содержится он в классе А? Нет, не содержится. Содержится он в классе В? Нет, не содержится, значит, такой штуки нет. а значит а2 где есть в цене то есть значит берем из а а3 где не где есть цене то в а нету в б есть дальше берем из бы вот вам вся идея множественного наследования в абсолютно чистом виде только не до конца грабли начинаются когда у нас множественное наследование работает с классами имеющих имеющими общих предков то есть множество классов родителей не упорядочено и я бы сказал даже не упорядочиваемо почему потому что на самом деле существует два требования а не одно к вот этому списку всех базовых классов в котором мы по очереди начинаем искать метод вот второе требование состоит в том чтобы мы рассматривали их не только в том порядке в котором они объявлены вот здесь но еще по порядка по порядку зависимости по порядку старшинства то есть если например класс бы старше чем класса то есть на обратно короче говоря класс а является предком класса бы только по хорошему сначала бы надо посмотреть поля в классе бы а уже потом в классе а потому что класс а у более более верхний уровень и вот тут возникает вопрос а каков должен быть алгоритм поиска полей по вот этому не дереву а уже на этот раз орографу базовых классов выясняется что два классических два классических способа поиска не годятся если у нас обход в глубину да и у нас есть поле вы вот простейший значит это вот внизу тут стрелки не стоят но внизу у нас значит дочерний класс значит здесь родительские классы b и c и здесь дедушкин класс а значит предположим у нас мы ищем поле поле вы в этом самом дереве в этом графе наших классов и предположим у нас обход в глубину используется тогда если мы берем ну как бы он же бывает либо левый либо правый то по-другому никак вот он допустим нас левый курсивный значит мы идем в класс бы у него нету поля в мы идем в классовремо нашли жук 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 и говорим значит поле вы будет взято из класса а не хорошо не хорошо потому что очевидно что требование монотонности то есть требование того чтобы более новые классы да вот в этой иерархии содержащие данное поле встречались раньше в этом алгоритме поиска нарушена да мы внезапно добрались до дедушки хотя могли добраться до второго родителя окей метод ширину не в глубину не годится давайте попробуем метод ширину метод ширину отлично также точно не годится потому что ну вот пример предположим мы рассматриваем метод ширину мы ищем все также ищем поле в в графе классов наследования у класса д нету у этих родителей первого уровня у собственно родителей нету полевая а вот у родителей второго уровня то есть у дедушки с бабушкой внезапно поле бы вы есть вот она да значит класс d для класса d класс а является родителем второго уровня то есть дедушкой ну или бабушкой неважно а класс б родителям третьего уровня то есть прадедушкой вообще тут интересно да что дедушка является родителем для прадедушки вот этот сервер да поэтому плохая терминология вот по этой же самой причине что дедушка является родителем прадедушки обход ширину тоже не годится если вы попытаетесь самостоятельно изобрести такой метод resolution order то есть способ линеаризации графа классов то есть перестройки графа наследования в линию наследования по которой мы просто шлякаем папа папа по каждому из имеющихся в линии реализации классов и как только попадается на поле грамм и нашли то ничего хорошего ничего простого вы не изобретете вот оба простых варианты мы уже посмотрели они не работают можно сделать так как делалось я забыл в кого языке программирования когда делается полный перебор по всему дереву по всему граф дальше строится некоторое множество значит содержащих данное поле родительских классов а дальше эти логические классы начинают состязаться кто из них главнее не за счет какие у них атрибуты и все остальное но фактически тот о чем я сейчас говорю это и есть линеаризация просто в том алгоритме как про который сейчас расскажу способ упорядочения способ состязания вот этих вот классов содержащих соответствующий атрибут он прозрачный а вот если мы сначала сначала все остальное выкинем а потом на эти классы начнутся состязаться тогда непонятно на каком основании вот этот алгоритм который называется mro c3 method resolution order c3 c3 это значит это не c3n это значит что в нем три есть свойства важных вот что первое свойство что это граф второе свойство что он монотонный и третье свойство что в нем соблюдается порядок объявления ну не граф добра ага на самом деле не просто в граф он как это линейно раз линейно растущий или что-то такое неважно важно нам важны два свойства собственно кстати сказать забыл забыл сказать что если вы пытаетесь построить такую линеаризацию то есть такой способ упорядочивания орграфа в которой собер соблюдается сразу два вот этих требования выбрать в то что эти требования иногда конфликтуют потому что у нас с одной стороны есть порядок наследования он довольно он 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 является частично упорядоченным да то есть ну понятно вы по все помните да что обход дерева это частично упорядоченное множество вот но все-таки он есть да и например если у вас в предыдущей линии линейно ризация после класса c в его линейно ризации встречался класс бы а потом класс а то есть при поиске методов мы сначала заглянем сюда потом сюда потом сюда то монотонность требует что если мы произвели новый класс от класса цена допустим класс д да он еще он дочерние по отношению к целью то в его линеаризации сначала должен встречаться д потом c потом бы а потом они они не могут поменяться местами вот это и есть монотонность с другой стороны мы можем взять и при объявлении класса c руками задать вот эту последовательность так что она будет нарушать вот эту вот и вот эти два требования они собственно говоря конфликтуют и значит автор статьи который все это написал а вслед за ним и многие авторы языков программирования которые взяли на вооружение там первым питон много кто согласились с автором автор тоже согласился с автором что если такая ситуация возникает то это хорошо что ваш язык программирования выдает ошибка в этом месте потому что вы что-то такое намудрили но противоестественное вот значит про про собственно мро c3 есть некоторое количество статей я не буду пересказывать все я перескажу только некоторую упрощенную выжимку из этих статей вот наиболее развесистая статья на хабре и исходная статья в документации питон вот их надо читать но если вы не въезжаете ни в то ни в другое сначала почитайте короткие статьи в википедии и вот вот этого какого-то латиноязычного чувака на статья по английски то ли француз то ли испанец не знаю значит и так что это за алгоритм лениризации как происходит превращение графа всевозможных классов от которых мы наследуемся в линию по которой мы ищем просто подряд и как только находим нужный метод говорим мы его нашли он берется из этого класса сама лениризация довольно простая штука лениризация это такой список в котором есть сам класс и тут используется слово мерч то бишь совмещение про который есть отдельное определение совмещение списков всех лениризации которые мы у родительских классов имеем а также самих классов ну то есть такой вот список в котором идет сначала из которой формируется из всех лениризации родительских классов и самих родительских классов вот так окей теперь как работает совмещение совмещение тоже достаточно просто работает вас мы рассматриваем этот самый список всех ленизаций рассматриваем нулевой элемент нулевого списка то бишь какой-то класс который вот в этой организации присутствует если этот класс не является ничьим предком то есть он типа такой новенький да он он нет никого кто бы был младше него то это отличная штука для помещения в лениризацию мы его вынимаем из всех списков и добавляем в лениризацию дальше идем смотрим следующий элемент этого списка и так мы крутимся вот на пункте 2 до тех пор пока в нашем нулевом списке все элементы как все классы которые мы видели не являются ничьими предками то есть их можно положить ли не в лениризацию не нарушая вот этого порядка не нарублен не нарушая принципа монотонности если вдруг при рассмотрении очередной лениризации мы напали на такой класс который является чьим-то предком из других лениризации значит надо оставить вот этот список в покое потому что этот этот класс нельзя помещать туда и перескочить к следующей лениризации то есть к следующему списку опять начать с нуля и дальше по кругу смотреть его таким образом что мы делаем мы просматриваем список списков слева направо всякий раз выбирая самый левый элемент из списка списков который не является ничьим предком выбираем и кладем его в финальный список вот если мы просмотрели все нулевые элементы всех списков и они все являются чьими-то предками из того что там есть то есть грубо говоря прикрестное такое вот наследование то это означает что лениризацию построить невозможно и следуя авторам статьи это означает что на самом деле так наследовать было не надо вот ну теперь пример например на питончике с вашего позволения не буду это делать в консольке просто потому что это не про консольку это про граф вот да еще есть вашего позволения не буду рисовать этот граф он из раз два три из семи элементов в принципе глав из семи элементов можно понять но 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 кстати может быть и стоило нарисовать нарисую окей обещаю нарисовать когда буду готовить допиливать план лекции и так у нас есть некоторая иерархия классов базовый объект 3 унаследованных от него и 3 унаследованных от двух предыдущих сразу от df от d e и от b c а нет два унаследованных от предыдущих один от df другое д и вот и наконец последний унаследованный от бы то есть от объекта третьего уровня и от и от объекта третьего уровня да вот от этих двух там картинка будет простая зрение нарисовал кстати картинка будет простая базовый класс три производных два производных над ними один производных над ними красоте надо было нарисовать сначала простое наследование как устроены ли не резации для них ну понятно за счет ливенизации для а это просто сам объект класса о линейзации для d эта линейзация для а это вернее сам класс d дальше линеаризация для вот линеаризация для и это сам класс я и дальше линейзации для у ну там еще должен быть сам класс о помните да что в линейзацию входят два пункта все ли линеаризации еще сами родительские классы но тут остается совпадает отлично давайте смотреть про бы дабы это множественное наследование в линеаризация для бы вот сюда смотрим это что это сам класс бы плюс совмещение линеаризации для чё там d и для и линеаризация для и это для d это д о линейзации для и это его как мы тут уже посчитали значит надо совместить как мы будем совмещать по принципу вот этого совмещения вот мы будем рассматривать все подряд вот здесь вот d хороший класс хороший отлично убираем его от висях отсюда добавляем сюда дальше о хороших вас плохой потому что он является предкам класса е не можем добавлять хорошо переключились этого списка на этот я хороший класс хороший добавляем его сюда удаляем отсюда о хороший класс хороший добавляем его сюда удаляем отсюда получаем где-то я же говорю просматриваем слева направо выбираем первопопавшегося ничего не предка ну и наконец класса а который на вершине этой пирамидки а это совмещение линии линии резации от класса бы от класса цели от класса б может посчитали это где от класса c cdf можно посмотреть по аналогии смотрим b до хорошие бы дальше д нет д нехороший потому что вот здесь он второй в списке да является предком для класса c окей перескочили сюда c хороший хороший удалили получили вот это смотрим d хороший класс хороший добавили сюда удалили его из этих классов дальше мы обратно перескочили в начало да на пункт 2 начали сначала я хороший класс хороший о хороший класс плохой не например не написано здесь кстати плохой класс надо f вот тут еще должно быть о вопросительный знак x вот это кстати надо поправить мне кажется да это надо поправить извините иначе я просто забуду а это важная вещь вот здесь вот должно быть еще о хороший класс плохой вот перескочили на следующий список следующий список это f о да я в хороший класс хороший выгодно осталось только о хороший класс теперь он хороший потому что не является ничем предком получаем а по cd f о вот обратите внимание что это упрощенный вариант здесь не присутствует еще сами классы которые в конце дописаны ну в общем читайте статью на хабре где эта картинка более сложная но полная я сейчас описываю сам механизм c3 вот кстати сказать если вы все это проделаете то есть вот это закопи пастите ну давайте давайте прям закопи пащу вам вот сюда чё 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 а понятно не сюда а вот сюда ну понятно там лишний перевод строки нужен когда вы копипастите в питомецкий интерпретатор и так у нас есть б точкам ро я и ци точкам а нам нужно составить мро для а который зависит от bc да значит как то выглядит ну или вот так напишем да значит сначала у нас линеризация пустая значит здесь у нас б д е о давайте мы кстати вот так вот как же комментарий нам все равно а здесь у нас c d f о c d f о да b и c дальше смотрим б хорош класс б хорош класс он не является ничьим предком поэтому его можно перевести в эту самую в линеризацию а изо всех списков удалить дальше d хороший класс нет да плохой класс ч смотри вот чем дело я просто ошибся здесь я тормоз 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 а 8 мин 2 здесь у нас еды окей ладно за счет да но просто чтобы чтобы все таки было понятно б мро цемру вот значит смотрите б мро б е д о цемру c f cd f мро отлично да да б д ф б е д о цемру cd f о смотрим б хороший класс хороший его можно дальше е хороший класс хороший его можно прибавить в реализацию в линеризацию от отсюда удалить дальше д хороший класс плохой он является предком для c хорошо c хороший класс хороший удаляем его отсюда ставим его сюда вот теперь т.д. хороший класс ну теперь да хороший класс потому что он уже больше не ничей не предок окей ой я там что-то пропустил но вы меня поняли теперь и в хороший класс хороший класс но его хорошего вот проверяем а точка мру но мы забыли а б е c d f b c d f ну его в конце вот 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 это то что я хотел сделать потратил на это столько усилий извинись ладно по крайней мере мы с этим разобрались а значит в чем фишка фишка в том что если у нас вот такая вот картина то это уже перекрестное наследование которое метод resolution order c3 не разрешает потому что у нас вот здесь вот мы говорим что сначала должен быть а а потом бы в графе наследования а вот здесь вот мы фактически это согласно правилу сохранения порядка наследования а вот здесь вот мы фактически говорим что сначала должно быть бы потом а в сохранении в в правил вам в линии линеризации по согласно правилу монотонности поскольку это конфликт там получаются такие перекрестные зависимости мы говорим что нет так не бывает ну давайте прям попробуем новую я думаю что вы поймете что это так вот у нас есть класс класс b и класс x который не получится теперь относительно супера супер в случае множественного наследования и это еще более хитрая штука потому что она вообще не соответствует ничему если здесь мы можем говорить что супер случае линейного наследования можем говорить что супер это такой типа как бы объект базового класса в как который и которого не создавали и при его создании ни одного кролика не пострадала точнее ни один метод не был вызван ну то есть это просто такое пространство имен базового класса то в случае супер для множественного наследования супер это пространство имен построенных сообразным ро из всех родительских классов путем вот значит такого перебора вот здесь есть такой пример я вот думаю него вообще втыкать или не втыкать здесь есть такой пример в котором мы берем класса 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 б и класса б который у нас ленат от обоих вот и вот этот супер что он делает он дергает при старте конструктор обоих обоих классов и значит вот дэнч дэнч и соответствующую функцию дергает на самом деле это кусочек другой лекции зря я вообще сюда это притащил это кусочек другой лекции который показывает не только работу не юную суперную работу не ю ну ладно давайте тогда пронючить поговорим что такое не ю вот мы знаем метод и нет метод и нет это метод который заполняет полями созданный экземпляр класс а метод не ю это метод который создает экземпляр класса ему у него первым параметром вообще является класс вот селф для него это класс и он должен создать экземпляр класса и вернуть вам экземпляр этого класса соответственно каждый раз когда вы задаете создать когда питон создает экземпляр класс он дергать метод new вот а поскольку мы хотим сами его дергать ну вот мы его дергаем отсюда значит мы перебили метод new для класса b который говорит о том что мы должны создать некоторый некоторый элемент базового класса базового вот но у базовых классов у нас два значит мы дергаем один new а он их дергают оба вот этот и вот внезапно потому что нам нужно кстати интересно почему хороший вопрос давайте вот что поскольку я действительно это взял немножко из другой лекции я к этому еще вернусь потому что я сам вот не понимаю например сейчас почему тут два раза два не удернулась а мы с вами поговорим о двух вещах и возможно кстати сказать успеем еще об исключениях поговорить хотя я и говорил что вроде бы не планировал на вот во первых вещь первая значит вы в принципе к вопросу о том что такое прокси не обязаны вообще использовать наследование вы можете сделать так вы можете взять класс да и сделать класс ну у него нет и ни там понятно да и сделать класс д проксирующим классом для класса c то есть ретранслятором того что на самом деле творится в классе c как это делается ну вот я сейчас подумаю как это делается ни один из методов неправильный поэтому трудно трудно выбрать правильный ну допустим вот так вот кажется так давайте проверим нет а господи тормоз да конечно дважды тормоз этот сел уже сюда передался вот таким вот образом я извините тормозил да вот что при этом происходит мы как бы создаем элемент нового класса но на самом деле в него внутри упакован элемент старого класса и все методы которые мы в новом классе используем ну хотим использовать еще для слово прокси есть слово обертка да это такая обертка над классом c да в которой все что мы делаем с классом что все что мы хотим делать с классом на самом деле делается с классом c в данном случае единственная функция фунт просто ретранслируется оборачивается чем это неудобно в питоне в питоне это неудобно одной главной вещи которую мы в самом начале этой лекции уже упоминали эта вещь состоит в том что для того чтобы спроксировать для того чтобы создать спец метод который начинается на два подчеркивания вам нужно его явно задать в определении класса вы не можете его сконструировать и нитом или как-то так соответственно ваш ваш вот этот вот ваш вот это класс обертка в нем реально должны явно присутствовать все названия всех спец методов которые вы хотите спроксировать в в оборачиваемый класс вот типа фунт вы могли бы и с помощью гетатра придумать да то есть смотрите сейчас попробую по другому класс d давайте уже тогда видимо вот так вот да значит класс c давайте определим в нем метод фунт вот и метод ну не знаю там какой-нибудь вот и определим класс d безо всякого наследования которое будет собственно что делать он будет у него будет элемент c да и у него будет да и и все дев гетатри бьюти не гетатр сейчас только единственное что я забыл какой сейчас секунду а кстати может быть не так может быть может быть может быть у меня вот так заработает чё гетатри бьюти не так пишется вот так вот вот обжиг нын да значит обжиг церк а не им оттар значит что у нас такое создаем класс класс d вот и д фунт у нас работает чё сел в цель идиот д фунт у нас работает причем обратите внимание что он поскольку мы его спроксировали он говорит да 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 это объект класса c ну понятно мы же мы же вызвали то вот этот вот этот фунт в котором передали именно вот этот сел да вот 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 этот c да ну он класса c понятно а вот плюс работать не будет этот будет работать а вот этот не будет потому что вот этот метод от да да он в методе в классе c не появился агетатр не умеет ходить к этому делу мы не можем перебить спецметод с помощью гетатра мы должны явно ад вот здесь написать к следующей лекции я попробую посмотреть можно ли эту ситуацию решить с помощью мета классов мне кажется что можно но не уверен может быть и нельзя вот и на этом собственно наш разговор про проксирование то есть про оборачивание одних классов другими вместо наследования завершается потому что в питоне это не естественный процесс есть языки программирования где-то процессы естественно и тут у нас внезапно остается времени 20 минут для какой-то новой темы и я даже знаю для какой эта новая тема называется исключение это то что я вычеркнул сегодня из плана лекции и сейчас в черкнем это обратно вот 19 год вот 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 эксепшен исключение значит исключение и это главное про что я постоянно говорю всякий раз когда значит заходит речь об исключениях и это способ управления вычислительным потоком вашей программы который не завязан на непосредственная локализацию в коде проверки условия и действий по обработке это это этого условия да значит в случае оператора ив вы проверяете условие и тут же его обрабатывать в случае исключения вы при этом условии в одном месте обрабатывать совершенно в другом месте кода программы и это свойства для чего нужны исключения если кто-то думают что исключение это такая ошибка если программа выдает ошибку то надо ее обмазать исключениями обмазать трайксептом и программа перестанет выдавать ошибки то это очень плохая практика ну в общем я потом в чате кину мемасик на эту тему хорошим недавно приехал я его специальный запас так вот нет да и в первую и главную очередь исключение эта штука которая работает для того чтобы проверку условия положить в одну точку вашей программы обработку этого условия совершенно в другую ну вот пример давайте мы его посмотрим прежде чем посмотреть давайте посмотрим что такое исключение с точки зрения питона исключение с точки зрения питона это объекты можно классы самого питона у которых есть иерархия то есть смотрите когда мы запускаем питоне интерпретатор и просто говорим дир этого самая built-ins больше половины этого built-ins а занимают исключение ну или вернее половину судя по тому что они этого все исключения зачем так но первых по приходу не все вот это не исключение то но вот этот рук ну понятно все остальное исключение это или все старые исключения но неважно идея состоит в том что что бы определить не просто различные ситуации когда у вас что-то происходит какие-то хитрые штуки происходят с программой и это условие нужно где-то обработать определить дерево кажется все таки дерево не граф зависимости то есть бывают исключения которые обозначают практически любую ситуацию просто исключение бывают исключения которые обозначают конкретную ситуацию да а можно даже от этого исключения определить под исключение которое будет означать еще более конкретную ситуацию вообще исключение это просто такие классы вот и вы можете их строить из них иерархии всякий раз когда клауза try except перехватывает исключение все исключения являющиеся дочерными для того для того класса который мы перехватываем тоже перехватываются в этом идея построения вот этой иерархии и вини именно в виде дерева то есть мы можем написать что ну типа try ну давайте это видимо тоже вот сюда типа try нет не так сначала input s равняется это было слово им да потом try ну скажем нет потом давайте лучше не try напишем так print s умножить на 2 плюс 1 чудыщ супер программа вводит чтоб такое ввести что нельзя умножить на 2 ну да там всегда будет строчка она всегда будет работать да а нет вот пожалуйста надо было int то есть мы не можем так сказать хорошо мы хотим что сейчас сделать мы хотим обработать ситуацию что пока у нас не введено число нам все время вводить то есть вот как то как то это все сделать если мы напишем вот так вот тоже получится плохая фигня потому что нам придется обмазывать try мы int input да о валю я вот это наше исключение давайте его обрабатываем try я сравняю с int input да except value error ну напишем print error not int ну давайте уже сразу напишем print 2 ну вот обратите внимание на else ну давайте ну давайте ну давайте впишем дан еще вот обратите внимание на else который срабатывает только в том случае если исключений не было а в том случае если они были не срабатывают очень удобная штука это пока без не про иерархи это пока просто про обработку исключений нет павел вы не правы потому что а 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 к слову просто команда ви короче чем команда вим клауза else в случае обработки исключения означает что тот код который будет выполнен в случае если исключение не произошло в принципе если мы сейчас захотим составить программу которой в цикле вводят что-то павел вот где-то здесь эта настройка есть а модно но я не сумел пока значит так вот давайте сменим тему на обратно на питончик тем более у нас осталось не так много времени так вот смотрите значит исключение если мы сейчас захотим написать цикл в котором мы хотим обрабатывать вот эту штуку и допустим пока у нас int не введен значит пока у нас int не введен все делать в цикле то вот этот try оказывается неправильно вообще мы неправильно поступили мы под клаузу под try запихали две операции а надо было запихать одну то есть на самом деле надо писать было вот так вот надо было написать вот так вот сначала input потом int давайте даже вот так вот ради ради красного словца да вот теперь мы можем это уже затолкать в цикл потому что ну потому что можем с равно input да вот правда это немножко другой цикл получится цикл до пустой строчки но тем не менее да вот он закончился и вот пустая строчка вот тут только вот надо было кавычки взять вот значит обратите внимание ради чего все это делать ради того чтобы разнести составной оператор на тот который не нужно засовывать в try и тот который нужно засовывать в try вот примерно такая картина вот теперь значит относительно иерархия исключений да значит try except что еще бывает finally еще бывает finally вот а вот finally это гораздо интереснее гораздо более интересная штука давайте попробуем ее ее возбудить если оно вообще такое бывает смотрите я нашел исключение которое можно передать импуту и которое я не перехватил я нажал control d это you of error вот этот you of error здесь нигде не перехватывается мы могли написать вот здесь вот except you of error и тогда бы все было хорошо мы бы обработали ну допустим мы не хотим это делать зато мы хотим ну не знаю там закрыть файл поругаться почистить память не знаю сделать что-то перед тем как не перехваченные в нашей функции исключения будет выброшен на уровень выше или даже на уровне операционной системы выброшен вот тогда мы можем писать finally и это такая клауза которая выполняется вообще всегда даже если исключение не перехвачен давайте проверим значит здесь написать что-то типа print это просто для того чтобы было видно что что оно так происходит ну наверное это лишнее давайте мы уберем парочку перевода в строки отсюда и отсюда вот давайте посмотрим что произошло как это все работает значит ввели число что произошло исключения не было вывели 2n плюс 1 исполнились клавиши final ввели не число но обратите внимание исключение обработано было нам выругался вот тот exception который я дал что not int клаузы файлы была finally была выполнена ввели control d а ёфар не обработал свой чего вот это я уже не понял возможно и оффедор не обработать давайте так сделаем так проверим по-другому о а вот это а так может и там работал ну-ка 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 нет смотрите есть некоторые исключения которые все-таки обрабатываются сразу например исключение и of r как видите не было не было обработано клаузу файл или но программные исключения которые происходят вот например в случае деления на 0 да вот смотрите я сейчас нажимаю 0 у нас здесь написано единицы на н и что мы видим мы видим что финн все равно файл или все равно отработал после того как я ввел 0 возникло исключение которое этот track set не обработал файл или его обработала потому что это zero division и только после этого мы вылезли наверх вот как вы уже видели некоторые исключения типа и of year имеют очень более высокий приоритет и в клаузу и файл почему-то не обрабатываются по идее там так это надо смотреть дерево зависимости но по идее обрабатываются все исключения которые у наследуют exception вот здесь файл или а те которые у наследованные от exception от base exception некоторые из них они такие крутые что их перехватывать не стоит то есть там есть как бы вот вот в этом дереве есть base exception самый самый базовый вот который ну там есть такие штуки которые действительно перехватывать есть бы и есть exception вот все что наследует exception перехватывать может такие дела теперь про собственно иерархию давайте вот это скопипастим и посмотрим что это такое у нас осталось меньше пяти минут но у нас кажется да и у нас кажется не так уж много времени так уж много тем нас собственно две темы для рассказать значит это иллюстрации того как перехватываются исключения давайте посмотрим значит у нас есть исключение b это просто exception c от b и dc до вот в этом цикле что мы делаем мы берем три объекта b c и d и программным образом вызываем исключение b c и d а помните что b c и d это классы а мы вызываем соответственно соответствующий экземпляр в принципе можно было и прямо класс вызывать мне кажется разницы нет в питоне но для точности сделаем так то есть у нас сначала это выражение заразит b потом c а потом d давайте посмотрим что произойдет b c d все 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 чики-пуки да значит заразилось сначала исключение b обработалось вот тут потом исключение c обработалось тут потом исключение д но если мы напишем примерно так то внезапно получится совершенно другая картина обратите внимание вот на это бы и бы в чем фишка фишка в том что исключение сейчас b b d да что исключение c является потомком исключения бы это значит что если у нас написанный except b в этот список c тоже входит поэтому d except c мы не доходим вообще а оба наших исключения боится обрабатывается вот тут даже вот так можно сделать вот они видите в этом смысл все иерархии вы можете перехватить более родительское исключение в которой сложно все вот это первая тема про который хотел рассказать и вторая тема собственно связанные с исключениями это то что исключение это штуки для управления для управления вычислениями а не для обмазывания ошибок вот соответственно давайте мы просто тоже скопипастим и на этом закончим вот значит смотрите пример сложный давайте в нем разбираться что мы сделали определили парочку исключений своих собственных которые ничего не делают апреле функцию которая резит некоторые исключения x1 в случае если там какое-то условие определяется определить другую функцию которая резит исключения ну то же самое да в случае если а потом вызывает эту функцию внутрь вложены проверку условия происходит функции just fun проверка условия на вот такое неравенство происходит функция фунер то есть вот этот ив этот ив тут обработка этого ифа вот тут этот ив тут обработка этого ифа вот здесь понимаете в результате у нас получается что всякая интересная логика которая должна чего-то там жевать наши объекты и что-то делать и что-то там такое значит проверять для того чтобы из нашей основной программы результат работы этой логики был доступен в нужном месте просто бросается исключение а мы это исключение единственное что не успел рассказать про исключение на что видимо надо обратить ваше внимание я отберу еще минуты две это про то что у он except а может быть всякие параметры вы например можете поймать вот это вот это вот это вот эту сообщение ку давайте я покажу вот except дальше exception то есть вы можете сказать except исключение такое-то из имя и тогда давайте прям вот тут 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 захакаем что-нибудь с с с и тут скажем print и ну и да ничего не вышло а почему что сделал не так ну вот не подготовился x ц давайте добили мы на этом и на этом остановимся бух не понимаю а минус 2 у нас не получается понятно у нас не было исключения типа минус 2 значит что оно должно быть а меньше b а 2 а а а а а а отлично значит в этом примере не хватается не хватает еще одного варианта когда вот это это условие проходит а это не проходит и вызывается x 2 вот значит обратите внимание что в состав нашего исключения исключения и входит много всего но когда мы просто печатаем нам вылезает вот эта строка но мы можем написать еще вот так вот да вот давайте посмотрим что в состав него входило а там дофига всего входил на самом деле во Вот этот args, на самом деле, их может быть много. То есть ваше исключение, в зависимости от договоренностей, может возвращать целую кучу всяких аргументов. Видите, да? Давайте так вот. Вот, то есть когда вы просто печатаете, у вас выводится первый из аргументов. Вот, а нет, кстати, нет. Оба. Тюбль. Короче, все, что приезжает, у вас выводится. Такие дела. Вот на этом, пожалуй, все. А то время уже наше прошло. Вот, значит, исключение. Это шикарно, что мы успели исключение. Это значит, домашнее задание можно делать на исключение тоже, а не на всю вот эту вот ерунду. Вот. Ну и, собственно, я так понимаю, что вопросов больше нету. Вот, значит, мемасик, обещанный в чатике, я сейчас брошу. Все. Всем тогда до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok